Всем привет! Это мой первый обзор на скетчбук и дисклеймер. У меня очень сильно заплетается язык, я очень сильно нервничаю и у меня немножко хриплый голос. Поэтому просто наслаждайтесь рисуночками. А еще здесь большинство рисуночков убогие, я это признаю. Поэтому просто, я не знаю, закрывайте глаза на косяки или пишите свою крутую критику в комментарии. А, и да, также подписывайтесь на мой инстаграм, на мою группу вконтакте, на мой канал. Ну, конечно же, вы можете подписаться на мою страницу вконтакте, там я не знаю, что еще угодно. Все ссылки в описании, да, самореклама. Спасибо папе за характер, что... Начала я его 4 месяца назад и закончила примерно 10 дней назад. Это рандомные девочки, а это Эмили из Молокососов. Посмотрела Юрия на льду, и, кстати, сейчас я пересматриваю его уже в третий раз, и я обожаю это аниме. Я поняла, что абсолютно не умею рисовать парней. И я поняла, что абсолютно не умею рисовать людей в профиль. Здесь я типа придумала крутого персонажа, с которого я начала даже челлендж, но я его забросила, как и самого персонажа. Я не курю, ребята, это просто пачка сигарет. Эти рисунки я рисовала в Греции, а этот рисуночек получился особенно удачным. То есть он реально крутой. Герб Мухосранска. А здесь я спустя месяц открыла свой скетчбук, и также я открыла для себя Пинтерест, и это просто девочки из Пинтереста. Это девочки из Пинтереста, только уже разноцветные. Это очень безанатомное я. И всякие чайки и свинки. Просто я каждый день не вот эта убогая тянь, а вот эта чудиха. И это по черной туши, белой гелевой ручкой. Впервые в жизни попробовала штриховку, а это не Daydreamer. Это просто азиатка с красными веснушками. Бодипозитив. Что-то очень нехарактерное мне, потому что это слишком яркий рисунок. Мелеса, прости меня. У тебя слишком тяжелое лицо, я не могу его нарисовать. Это я была в Апскове и купила себе пастель. А это опять что-то очень яркое. Нет, я ничего не прячу. Это просто мне надо было куда-то приклеить доширак из Питера. Здесь ничего нету, это просто немножко очень убого. Но это просто доширак. Сходила на Annabelle 2. Вообще арт такой типа нормальный, но цветовая гамма отстой. А это я в первую жизнь нарисовала персонажа, который у меня до сих пор даже есть. Это, по моему мнению, самый удачный разворот вообще в этом скетчбуке. Я не знаю почему. И, кстати, эти вот странички я рисовала в Болгарии. Эти тоже. И No homo, ребята! No homo! Мой друг сказал, что я асексуальна, но я так не считаю. А это типа я такая... Ну, типа с таким лицом и такая типа... Асексуальность, но это не так. Meet the Artist. Я делала его в своем прошлом скетчбуке, но решила сделать и в этом, чтобы сравнить, насколько я изменилась и насколько изменились мои вещи в сумке и все такое. И я очень сильно изменилась. Сходила на Annabelle. Побывала в Праге. Ай да, это первый рисунок маркерами. Рундомные тян. Лил Пип и какая-то чувиха. И что касаемо Лил Пипа, этот арт собрал у меня в Инстаграме просто дофига лайков. Но Лил Пип его так и не оценил. Это самое обидное просто, ребята. Это мое лицо сейчас и тогда. Я начала Инктобер достаточно удачно. Но следующий день был просто говном. Рой Пурди. И он написал у меня под Инстой под этой фоточкой. Найс. Да, я очень найс. Опять же, no homo, ребята. Потому что это не ЛГБТ-флаг. Это радуга. Здесь есть голубой. В ЛГБТ-флаге нету голубого. В магии. Инктобер. Это близнецы кровавые, крутые. А это сиамские близнецы. Это очень крутая чувиха. Но это типа, опять же, мой персонаж. Только уже с прямыми волосами. И она крутая, потому что у нее крутая одежда. Я хочу такие же штаны. Если вы знаете, где купить такие штаны по дешевке, я вас умоляю, поделитесь со мной этим секретом, этой тайной. Потому что я очень сильно их хочу. А так я ходила на аниматсури или на аниматсури в этом году. И на ухомо, опять же. Купила промаркеры. Типа skin tone set. А это мы пересмотрели с моей подружайкой абсолютно всю пилу. Все части с первой по седьмую. И завтра мы пойдем на восьмую часть. И я просто very, very excited about это. И все, это конец. Это тупо конец. Все, the end. Большое спасибо, что вы посмотрели это видео. Я уже начала свой другой скетчбук. И, скорее всего, скоро выйдет обзор на него. Потому что мне что-то нравится это дело снимать обзор на скетчбук. И, не знаю, пишите какую-нибудь критику в комментарии. Или просто, я не знаю, напишите, что ты лучшая! Вау, какие крутые работы! И все в этом духе. В общем, ладно, все, давайте, пока.